То есть, Господи, даруй нам мир внешний, потому что нам нужно решать свои войны. Ну, кто самый лучший водитель в мире? Господь. Ну, чего ты меня отвлекаешь? У меня же такая важная проблема. Я сижу в телефоне, телеграм читаю, а ты подходишь ко мне, это ребеночек, отрываешь меня. В имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Возлюбленные братья и сестры в Христе, поздравляю вас с Днем в памяти посчитания Спиридона Дремяфунского и ни в коем случае не с Рождеством, ибо Христос еще не родился, и мы ждем этого мгновения. А все эти мудрования, умствования по поводу того, что там календарь как-то, ну, понимаете, мы это себе можем сейчас объяснять. Календарь что-то там вот отстает на какое-то время, на минуту, на секунду. Мы сами себе установили эти секунды, эти дни, этот календарь, и теперь считаем, что теперь и Господь должен подчиняться, рождаться тогда, когда мы захочем по нашему календарю, да? Вот, поэтому это все умствования, лукавствования, так сказать, сатанинские, дьявольские, для того, чтобы нас отвлечь от этого. Мы знаем, куда Господь родился, хотя часто наши противники говорят о том, что в Библии же не написано, да? Это мы так себе можем. Мы же люди грамотные, умеем считать, знаем, зная историю, а у иудеев очень четко все было записано, когда в первозащитнике была его череда служить и так далее, вот, и мы знаем, когда Захария, Элисавет, когда забеременела Элисавет, да, мы помним, когда Захария служил, вот тогда стал немым, там ему было сказано, это, открываем документы иудеи, если смотрим, когда это было, и вот от этого исходя мы установили праздник, церковь установила праздник зачатия Иоанна Крестителя, мы помним, да, его, он в сентябре. Знаем, что через шесть месяцев забеременела Богоматерь наша, то есть вот таким вот образом, высчитав все, мы знаем, когда, и в Библии таки реально написано, но для этого надо немножко, так сказать, напрячь свой ум и посчитать, уметь считать, так сказать, в уме, вот, ну, можно на счетах, если что, если кто-то не может в уме. Поэтому у нас сегодня нет такого праздника, вы, конечно, можете своих знакомых, каких-то, которые там католики, поздравить с этим праздником, если же православные празднуют их, этот праздник, не нужно их поздравлять, такие они, значит, православные. Католики, это, да, мы можем мусульман поздравить с их праздниками, католиками с их праздниками, они часто поздравляют и нас, вот, ну, а православных, которые решили уйти в сторону, лучше их, так сказать, пройти мимо, сказать, Господи, помилуй, да и все. Итак, сегодня праздник преподобного святителя Спиритона Тремяфунского, святого, который, вот, ставится вровень с святителем Николаем по своей, по своему, так сказать, значимости, важности для церкви, они жили в одно время, они вместе служили Господу, они на Первом Северном Соборе отстаивали нашу церковь, святитель Николай, правда, чуть погорячее был такой, который взял и пощечину, залепил арию, а вот святитель Спиритон, он был прост, знаете, у нас часто говорят о том, что пугают этим, да, трудом физическим своих, пугайте своих детей и внуков, что вот не будешь учиться, пойдешь кровом хвосты крутить, да, вот, пугаем, конечно, физическим трудом, забывая о том, что если не будет тех, кто кровом хвосты крутит, то нам нечего кушать будет тем, которые все не хотят, так сказать, работать. Так вот, Спиритон Тримифунский как раз и был тем, кто вот работал простым пастухом, просто пастух, который пас овец, жил очень благочестивой жизнью, хотя и был женат, у него, ну, в принципе, я сказал так, хотя и был женат, те, которые женаты, тоже жили благочестивой жизнью, да, и апостолы у нас тоже были, из них половина была женатой, вот, то есть, женить бы они в каком случае, мне вопрос недавно задали, какая идеальная жизнь, монашеская или в семье. Это зависит не от того, какая жизнь, мы знаем огромное количество монахов просеявших, мы знаем огромное количество святых, просеявших в святости своей, будучи семейными людьми. Все здесь вот у нас, а не в том, какие мы узы заключили, брака или безбрачия. Был женат, у него и дочка родилась, все, но вот пришло время, когда была какая-то эпидемия, жена умерла, умер у них священник в их селении, и даже умер от этой эпидемии епископ Тремихунский. И поэтому, ну, недолго думая, народ собрался, зная Спиридона Тремимутского, а то были времена, когда священника выбирали еще, вот, выбрали как раз и Спиридона священником, после этого его епископом избрали тоже на то, чтобы он был, окормлял всю ту область. И вот эта вот его простота, которая шла от пастырства его овец простых, она повлияла и на дальнейшую его стезю святительскую, как пастуха овец православных всех, нас с вами, да. Мы знаем много случаев, которые, ну, кто считал его житие, или хотя бы краткое обозрение его жития, много случаев, как на том же Вселенском соборе, когда нам был один философ, который, ну, скажем так, пострамлял всех, всех наших борцов за истинную веру. Вот он там вот с этими всеми такими иезуитскими ходами, все, так сказать, никто не смог его, никто не мог его переспорить. И только вот вступивший с ним разговор Спиридон Тремихунский, знаем эту прекрасную историю с кирпичом, который он сжал, да, показав, что такое святая троица. И этот философ стал православным, сказав, что мне приводили все время аргументы, доказательства, но вот о простоте своей, когда человек у меня начал в своей простоте излагать Божью премудрость, мне не было чем ему ответить. И он вот стал тогда тоже православным. Много случаев чудесных, которые я совершал, которым было дано еще при жизни совершить в Пиридон Тремихунского война. Да и сейчас, вот там на острове Корфу, где хранятся его мощи, когда приезжают туда паломники и приходят к нему, туда просят открыть им гроб, чтобы это самое, приложиться к его мощам, то смотритель, начиная открывать гроб, сразу пробует, открывается он или нет. Если он не открывается, он говорит, нет, подождите, святитель еще не хочет, чтобы открывалась дверь, он где-то сейчас не с нами, где-то там ходит. Потом через время проверяет, а открывается, тогда вы все можете приложиться. И это факт о том, что, во-первых, мы имеем мощи его нетленные, вообще нетленные, во-вторых, его башмачки, которых мощи, ну, его ноги одеты, приходится менять их, потому что они постоянно становятся изношенными. То есть для нас это сигнал, знак, что вот святые за нас молятся, святые ходят по миру всему, и о нас просят. Правда, мы тут еще же, конечно, такие. А чего за нас-то просить? Вот я читал на днях проповедь митрополита Арсения, который является архимандритом Святогорской лавры. И он рассказывал о том, как к ним в Святогорскую лавру приехала группа из Запорожья, и они рассказали о том, что перед этим они побывали на Афоне, и пришли к старцу одному. И начали там просить его благословения к этому старцу. А он сразу спрашивает, сколько у тебя детей? Если четверо-пятеро, пятеро больше, он благословлял. Если один-двое, он не благословлял. Нет, не благословлял. Почему? Отче, что такое? Да потому что тебе Бог даровал, хотел подарить детей, а ты их убивала или не хотела их отказываться от Божьего дара. Ну вот такая вот позиция этого старца. А когда его тогда все-таки, в конце концов, просили батюшка, молитесь за нас, за Украину, за мир, он сказал, да я-то помолюсь. А зачем вам мир? За тем, чтобы дальше продолжать погрязать вот этих вот всяких нечистотах и себе спокойно там чувствовать в них? А действительно, а зачем нам мир? Для того, чтобы совершенствоваться, двигаться вперед, для того, чтобы приблизиться таким святым, как святитель Спиридон Тюмихунский? Или для того, чтобы продолжать дальше копаться в своих вот этих всех, рвать какие-то себе доходы, что-то там с кем-то ссориться, с соседями и так далее. Вот это погрязать. Зачем нам мир? Нам нужен этот мир, если мы сами мира в этой не носим, в душе своей. Ну нет, если мира в душе. Вот давайте встанем, каждый себе подумает, есть ли у нас, спокойны ли мы? Нет ли у нас каких-то проблем, которые нужно решать срочно, немедленно? Опять же, с теми соседями, с ЖКХ, ну я не знаю, масса чего. То есть, Господи, даруй нам мир внешний, потому что нам нужно решать свои войны, частный. В принципе, старец этот, как бы я ничего против и не имею, так и он был прав в этом отношении. Зачем нам мир? И он говорит, если вы этот мир хотите использовать для спасения вашего, для того, чтобы умиротворить ваши души, то молитесь, и Господь сразу же вам и поможет. Он не замедлит. А если вам нужен для того, чтобы дальше в этом сам, то вы этого мира долго будете ожидать. Вот это очень такая правильная мысль, и нам нужно с вами усвоить. Знаете, когда я кого-то поздравляю с какими-то датами и так далее, я много не пишу там, вот знаете, как у нас привыкли, там и там, и то, и деньги, и все. Я просто пишу, желаю вам мира ваших душ. Вот если будет мир души, то вам будет все равно, что там будет вокруг вас, мир какой-то и так далее. У вас будет мир в душе. А этот мир наступает только тогда, когда мы следуем за Господом. Когда мы Ему верим беспредельно. Сегодня Евангелие об этом говорит. Сначала иудеи предъявили спасителю. Сначала иудеи Ему предъявили, сказали, что «А вот дай нам знамени, мы хотим, чтобы ты показал нам знамени». Какие вам еще знамени? Опять же, у вас были пророки, у вас были такие чудеса, как Черное море, переход через него, манна в пустыне. Почему-то иудеи не любят вспоминать о том, как их предки извояли золотого дельца, Ему поклонялись и так далее. Об этих они вспоминают. Но вспоминают ли они так, чтобы потом эти воспоминания привели к тому, чтобы они не пропустили Мессию? Нет. Они Его пропустили. Они себе ждут своего. И тогда, ребят, давлю нам знамени. Какие еще вам знамени? Разве хлеба, которые как раз перед этим, когда им они им это заявили, хлеба, которыми Он накормил сколько тысяч людей, разве это не есть та же манна небесная, которая была? Это разве вам не знамени? И Господь говорит, да не будет вам знамени. Зачем они вам? А зачем действительно? С нами, с каждым. Вот я просто по себе знаю. А когда с людьми общаюсь, с прихожанами, тоже потихонечку выясняется потом, что ежедневно происходят чудеса с нами. Вот сегодня я поехал, сюда ехал, и думаю, мимо Нижнего рынка не поеду, потому что там пробки, как всегда, чтобы на службу вовремя приехать, решил спуститься от Казанского собора от Крепостной горы, найти сами какую-то муку. Думал же, как и везде на дорогах, а там кто-то начал спускаться, уже и назад не вернешься, и дорога скользкая, вот гололед. И я чувствую, что буквально осталось еще метров сто, и я чувствую, что все. Я теряю контроль над машиной, и она просто начинает сунуться, и как она там дальше уже себя поведет, не знаю. Ну, кто самый лучший водитель в мире? Господь, Господи помилуй, Господи помилуй. Много не выдумал, просто вот эти вот слова повторял, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И потихонечку, потихонечку, спокойно съехал, и поехал дальше уже нормально. Итак, если вот наблюдать за собой в течение дня сессии, вот подумать, мы таких чудес знаем, найдем огромное количество вокруг нас. Когда мы обратились к Господу, и Он тут же нам помог. Какие еще знамения нам нужны? Нет, нам нашло такое, ух! При том, чтобы это было вот написано, что это Бог сделал, да, а не случайность, как мы говорим, случайность, или лекарство помогли, или что-то еще. А потом апостолы начали, так сказать, по-своему недомыслию тоже. Сказал им Господь, берегитесь закваски парисейской и родовой. Они подумали, что у нас же один хлеб, мы взяли, забыли взять хлеб, собрали один хлеб, и, мол, вот, наверное, и за это говорит Господь нам, чтобы закваску вспомнил, потому что мы хлеб не взяли. И Господь уже здесь, он там тяжело вздохнул, а здесь его он вообще уже не выдержал, говорит, ну как так, ну как, ну как вы не можете понять, только что он хлебами этим накормил тысячи людей, а здесь целая буханка у них есть, они думают, что Господь вот из-за этого хлеба, так сказать, переживает. Поэтому, понимаете, извлеките уроки, вообще каждое евангельское течение воскресное имеет очень глубокий смысл. Каждое дневное, вот, когда мы каждый день читаем это евангельское, оно имеет огромнейший смысл, и стоит в этом сидеть и разбираться, потому что для нас это большие уроки. Когда мы научимся верить Богу, когда мы научимся Ему доверять беспредельно, тогда мы будем видеть знамения вокруг нас каждый день, и больше, и больше утверждаться в этой вере. А до тех пор, пока мы считаем, что Бог где-то там, а мы вот здесь, да, и начинаем, говорю, ну это же там Господь, вообще, знаете, в любых, бывает такая ситуация у нас, что мы, ну, зачем там Бога тревожить, ну а Бог каким, так сказать, какой стороной к этому делу и так далее. Да Бог всегда с нами, во всех наших проблемах, во всех наших делах, Он всегда готов нам помочь, но для этого нам нужно к Ним обращаться, а не отстраняться. Ну, к Богу мы пойдем только по самым важным делам, а это все будем решать сами каким-то образом, да. Нет, к Богу мы должны обращаться по всех наших проблемах. Вот как маленькие дети подходят к родителям, со всеми, со всеми своими проблемами подходят. Даже такие неважные, казалось бы, ну, что ты меня отвлекаешь, у меня же такая важная проблема, я сижу в телефоне, телеграм читаю, а ты подходишь ко мне, ты ребеночек отрываешь меня от этого важного дела, да. Даже, но тем не менее, вот так и мы должны Господу подходить и просить Его, и верить, как тот маленький ребенок верит нам, взрослым, что мы Его защитим от всего, и все Ему дадим. Также нам нужно верить Господу, что вот, Господи, мы вот как эти младенцы, где идем, знаем, что во всем, во всем ты можешь. Я же сегодня тоже мог, знаете, я-то сначала начал ругать себя, что был дурак старый, что ты сюда поперся, ты же знаешь, что гололед, ну да, там-то по центральным дорогам чисто, а здесь-то лед, можно было самому догадаться, и назад не вернусь ничего. А потом думают, ну, ну, а уже сделал, уже полез, уже все, Господи, помилуй, и Он все сделал, как лучше нельзя. Поэтому вот в таких случаях, в любых случаях, просто как маленькие дети, бегите к Господу и отвлекайте Его, отвлекайте Его по просьбам вот всего, что вам нужно, во всех вседневных ситуациях, ищи, находясь в поиске выхода ситуации, всегда попытайтесь обратиться к Богу, потому что Он всегда нам поможет. Спасибо Вас, Господи. Анна, охранительная, всем. Спасибо.